Полчаса назад стало известно еще об одной потере нашей сборной на Олимпиаде. Команда по тяжелой атлетике в полном составе отстранена по решению Международной Федерации в связи с допинговыми обвинениями. Это произошло ровно за неделю до открытия игр. Этой ночью российских спортсменов, которые прилетели в Рио-де-Жанейро, в аэропорту встречали словами поддержки и высказывали негодование случаями коллективной дисквалификации. Репортаж Антона Вольского. Репортаж Антона Вольского. Репортаж Антона Вольского. И Калинка, и Малинка, и плакат в тему был, попал прям в точку. Самый главный плакат. Несмотря ни на что. Мы все равно доехали, добрались. Сразу из аэропорта российские спортсмены приехали сюда. В святая святых Олимпийского движения. Олимпийская деревня. Как вы видите, все спортсмены разных стран разместили здесь и вывесили флаги своих государств. В том числе и россияне. Вон они живут в том дальнем доме. И там повесили огромное российское знамя. По словам российских спортсменов, устроились они в общем хорошо, хотя номера очень-очень маленькие. Впрочем, это меньшее из бед, поскольку, например, прибывшая еще в начале сюда австралийская сборная отказывалась заселяться в эти дома, поскольку с потолков текло, в стенах зияли дыры и вообще складывалось ощущение, что все эти корпуса недостроены. В качестве доказательства были распространены вот эти фотографии, на которых видно, в каких жутких условиях предлагается жить олимпийцам. Обрушившиеся потолки, осыпающиеся, как после бомбежки, штукатурка или вот два унитаза бок о бок, видимо, для поддержания командного духа. Причем с такими проблемами столкнулись не только спортсмены из Австралии, но и сборные Новой Зеландии и Эстонии. Всего более 30% всех номеров в Олимпийской деревне оказались не готовы к сдаче. Некоторые спортсмены вынуждены самостоятельно укреплять вываливающиеся окна или в срочном порядке за свои деньги нанимать рабочих, чтобы устранить недоделки. Впрочем, бразильские рабочие – отдельная история. Вот иллюстрация к тому, как напряженно идет работа. Нашим спортсменам повезло. Корпус, где разместилась российская сборная, был построен одним из первых. Именно сюда водили чиновников МОК, отчитываясь о проделанной работе, хотя и эти условия идеальными не назовешь. Комната у вас нормальная? В Австралии все завтра есть. А как сказать? Косички есть, конечно. Жить можно. Ну, грязно, очень просто. И как после ремонта. Маловато еще немножечко. Нет пола, колечков даже элементарных. Полотенце не надо повесить. Сегодня в Рио прилетело около 70 спортсменов из 257, допущенных до Олимпиады. Однако, по данным российского Минспорта, эта цифра может вырасти до 286, по мере одобрения наших олимпийцев международными федерациями. В полном составе допущена сборная по тэквондо – бронзовые медалисты прошлых игр. Но при этом ощутимый удар нанесен по гребле. В Рио только 4 спортсмена из 28. Команда велогонщиков сократилась с 17 до 11 человек. Несмотря на то, что российская сборная несет почти боевые потери, лишившись трети спортсменов, наши олимпийцы не сдаются. Говорят, что настрой – как никогда на победу. Будет нелегко нам. Придется и за себя, и за свой вид спорта, и за лёгкоатлетов, за наших. Но настроение-то боевое? Конечно. Обязательно, в первую очередь. На что нацелены? Я думаю, любой спортсмен, который едет на Олимпиаду, он в первую очередь настроен на золото. Российские олимпийцы, которые ночью прибыли в Рио, уже приступают к тренировкам. Но сборная пока еще не в полном составе. Российские болельщики обещают подобный прием устраивать всем нашим спортсменам, которые в ближайшие дни будут пребывать в столицу Олимпийских игр. Антон Вольский, Юлия Заграничного, Дмитрий Волков и Никита Севастьянов. Первый канал Рио-де-Жанейро.